Для меня лично удивительно, как один из руководителей России, по табеле орангов, это третий человек в стране, Валентина Ивановна Матвиенко, как руководитель страны, без зазрения совести признается, что нихрена не знает, чем живет наша страна. Первый эпизод нашумевший произошел два месяца назад. Валентина Ивановна призналась, что впервые узнала, что оказывается у нас гвоздей своих нет. У меня, например, было неким открытием, я сейчас стараюсь там доходить до всяких мелочей. У нас гвозди импортные, не буду называть страну, догадайтесь трех раз. Конечно, разваленная промышленность это мелочь. Мы даже гвозди сами не производим в стране, которая выпускает столько металла. Ну дайте малому, среднему бизнесу задание, но они наклепают этих гвоздей, завалят всю Россию. Вот это опять типичное искажение мышления. Так мы малому, среднему бизнесу задание даем. Это у нас командная экономика? Госплан нам нужен? Или мы все-таки считаем, что у нас рыночная экономика? Вот это вот серединки наполовинку, но это прям тяжелые какие-то повреждения. Окей, с гвоздями мы разобрались. Теперь новый эпизод. Пожалуйста, Валентина Ивановна узнает, что у нас колбасы свои нет. Поверите, ехала в Белоруссию, но знакомые друзья говорят, слушай, ну привези колбасы из Белоруссии. И все так, понимаете, потому что, во-первых, натуральное, во-вторых, вкусное. Вот ничего не просили, да? Вот ничего там за кордоном, но надо привези колбасы из Белоруссии. Поэтому надо, чтобы и в Сибири пробовали колбасу. Оксану Валентину абсолютно правильно сказали. Почему на просторах матушки России нет своей нормальной колбасы? У батьки Лукашенко получается, а у нас не получается. Валентин Ивановна, у вас есть какие-то вот объяснения, какие-то ответы? У нас нет своих гвоздей, по крайней мере, нормального качества. У нас нет своих продуктов питания качественных. Между прочим, насчет продуктов питания. Вот, пожалуйста. Выйдьте страшно. В Саратове второй месяц лета начался с аномального града. Ну, то есть, прям видно. Снег... 1 июля 2022 года. Это Саратов. Это жопа, что творится. Жопа, что творится, комментируют жители. Значение на термометре не больше 19 градусов. Жители коллективно прятались от крупного града. Заратовчане совсем не ожидали такого сюрприза, не успели защитить урожай от погибели. Дорогие друзья, у нас как бы климат меняется на планете немножечко потихонечку. В прошлом году была целая череда градов, наводнений, засухи. В связи с этим, там, лесные пожары более интенсивные. То есть, подождите-ка, на каком основании Владимир Владимирович Путин и все остальные, Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства, обещают, что мы обязательно накормим всю планету. Мы с радостью наш рекордный урожай всем будем раздавать, продавать, заключаются контракты. Что такое контракт? Это обязательство. Если вы контракт разрываете, вы обязаны заплатить крупные штрафы. Поэтому сейчас наши агрохолдинги, наши компании, государства будут заключать с иностранными корпорациями и государствами иностранными соглашение, что мы обязуемся поставлять туда продукты питания. Потом часть урожая вполне возможно, что до конца лета повредят грады, дожди, затопления, наводнения, все что угодно. Мы сами не доедим, а за границу вывезем. Где гарантия, что вот такого ЧП, как в Саратове произошло, не произойдет где-нибудь на Кубани, в Краснодарском крае, Свердловской области, Ставропольском крае и так далее, и так далее. Хорошо. Дальше еще веселее. Первый зам руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Вы знаете, если Караулова смотрели, Кириенко вообще считается одним из потенциальных преемников Путина от либеральной элитной группы. Кириенко это руководитель администрации президента по внутренней политике, то есть он вообще определяет, кто в Госдуму пройдет, кого не пустить, кто станет губернатором. То есть это крайне влиятельный человек. И вот его цитата. Чтать. В реальности зависит будущее нашей великой страны. Эта пауза не случайная. Это пауза, когда я мысленно матерюсь. По-другому нельзя. Я щежу ваши уши. Уважаю правила цензуры. И... А... Ну, что это такое? Дело не в образовании. Дело не в природных склонностях, которые может эта система образования развить. Дело не в государственной политике. Слышите? Мечтайте. Нам не заводы надо строить. Нам надо мечтать. Мечтать нам надо. Мы не можем Макдональдс импорта заместить. Теперь все булки с плесенью. А... Сыр с частицами тараканов. Мы не можем гвозди сделать. У нас колбасы своей нету. У нас автомобили откатываются на 20 лет назад по технологиям. Не будет АБСок, не будет подушек безопасности, не будет гидроусилителей руля даже в некоторых случаях. Не будет электроники, бортового компьютера. Но мы сейчас давайте совершим такой же рывок, как вошедший в историю Ломоносов, Менделеев, Гагарин, Чайковский, Чехов. Оооо, да! Скажите, как называется эта болезнь? Я уверен, что-то связанное с работой мозга. Власти Беларуси заявили о заморозке иностранных пакетов акций в 190 белорусских компаниях в ответ на западные санкции. Мера касается пакетов акций, принадлежащих акционерам из стран, которые совершают недружественные действия в отношении белорусских юридических или физических лиц. Им запрещено распоряжаться своими акциями. Я напомню, у нас на территории России матушки сейчас отличаются крайне недружественными действиями наши партнеры. У нас на территории страны находится недвижимость, принадлежащая руководству Украины, Порошенко, Зеленскому, многим-многим другим пропагандистам и политикам и силовикам в Крыму, в Москве, в Сочи. А вы слышали, чтобы это как бы конфисковывали, как-то что-то с этим делали? Да, на самом деле, по некоторым параметрам, Лукашенко это куда более вменяемый руководитель страны, чем у нас в России. Он хотя бы заморозил акции иностранных компаний. Но если теперь они захотят что-то как-то сделать, учудить, вредное и опасное для белорусской экономики, они не смогут. Решения будут приниматься исключительно изнутри Беларуси, гражданами Беларуси и белорусским руководством. Несмотря на все перегибы, вот это стоит похвалить. Поэтому в Беларуси есть хотя бы колбаса натуральная. Если бы у Лукашенко была своя нефть, газ, металлы, лес, как в России, я думаю, мы бы мечтали присоединиться к процветающей Беларуси. Вместо этого у нас Сечин, Миллер владеют национальным достоянием. И именно их мечты сбываются. А вы без соли доедайте. Грандиозный проект по разработке нефти в Арктике «Востокойл» стоимостью 10 триллионов рублей. Это очень большие деньги. Надо понимать, что весь бюджет России – это порядка 20-25 триллионов рублей. То есть там есть консолидированный бюджет, есть федеральный бюджет. Вот один около 20, второй около 25. В сумме под 50 триллионов рублей годовой наш бюджет. 10 триллионов рублей – это очень масштабный, грандиозный проект. Михаил Геннадьевич Делягин часто его упоминает, говорит о том, что вообще-то в мире дефицит новых месторождений. Единственное месторождение, которое сейчас в мире масштабное разрабатывается – это «Востокойл». Все. Теперь нельзя будет им хвастаться его упоминать. Нет иностранцев – нет разработки. Он встал из-за санкций. К концу десятилетия там планировалось добывать 2% нефти в мире. В результате санкций проект «Роснефти» столкнулся с нехваткой всего – от бурового оборудования и программного обеспечения до танкеров ледового класса. Пишет Wall Street Journal. Уходят инвесторы. Сырьевой трейдер «Трефигура Групп», имеющий 10% долю в проекте, заявил в июне, что заморозил инвестиции в Россию и намерен выйти из «Востокойл». Даже наша гордость, нефтегазовая отрасль, и то терпит колоссальные убытки, колоссальные проблемы. Простите, а мы вообще на что рассчитываем? По оценке Высшей школы экономики, та еще, конечно, контора, но тем не менее, почти 30% всех передовых технологий, которые пользуются на производстве в России, закупались за рубежом. 30%! За последние 20 лет расходы российской экономики на закупки иностранных технологий увеличились в 12 раз. До 5 почти что миллиардов рублей в год. Тем не менее, в отдельных секторах зависимость от импорта критическая. Например, его доля по базовым видам медицинского оборудования превышала 70% на конец 2020 года. Вот смотрите, у нас как бы 20-21 годы прошли под знаком борьбы с коронавирусом. Огромные колоссальные бабки вкладывались в медицину. И теперь выясняется, что у нас маски, перчатки, санитайзеры. Я уж не говорю про какие-то серьезные более лекарства, медицинские изделия, аппараты искусственной вентиляции легких, все что угодно. Это все было импортное. Эти дельцы, чинуши, бизнесмены, они даже не удосужились хоть каких-то маломальски серьезных производств развернуть здесь, в России. Купи-продай, купи-продай, купи-продай. Шикарно! И бабки из бюджета. То есть как существует вообще Россия? Продаются наши ресурсы, нефть, газ, металлы. Из этих денег формируется бюджет. Из этого бюджета надо по максимуму распилить. И вот все к бюджету хотят присосаться. Наши ресурсные деньги, слава нашим казакам, которые колонизировали Сибирь, слава Советскому Союзу, который смог освоить ресурсы, построить на риске никель, электростанции, русский алюминий, добывают алмазы в Якутии, металлургические комбинаты под Вологдой, Новолипецкий комбинат, юг Урала и так далее. А где что-то новое? Какие-то технологии? Нет. Даже когда стало понятно, что ковид это всерьез и надолго, в России ничего своего не научились делать. 70% импортное. Это при том, что Советский Союз себя обеспечивал на подавляющую часть технологий. Конечно, был Варшавский блок, с которым мы активно взаимодействовали. И что-то мы брали у чехов, что-то мы брали у венгров, что-то мы брали у поляков и так далее, и так далее. Но в целом мы были самодостаточны. А чем похвастается путинская Россия? АвтоВАЗ объявил о старте продаж седана Lada Granta Drive Active 2022. А что там у нас с импортозамещением? Может быть, мы для начала название сделаем на русском языке? Нет, ну зачем же? Вы что? Lada Granta Drive Active. По рекомендуемой цене от 784 900 рублей. 785 тысяч. Но это если по схеме Trade-in и при использовании кредитной программы Lada Finance. А также без учета многочисленных допов в автосалонах. Реальная цена автомобиля часто доходит до 1 200 000. То есть формально говорят о том, что вы можете купить машину за 785 тысяч. В реальности 1 200 000. Подобные разрывы в ценах сформировались давно. Однако надзорные органы проблемы не замечают. А какие проблемы? Какие проблемы? Все нормально. На отчете все красиво. У нас на отчете и урожай будет рекордный. И с гвоздями проблем нет. И медицины мы полностью импортозамещены. Друзья, мне просто страшно. То есть если задумываешься о некоторых секторах экономики, у нас реально есть угроза. Я надеюсь, что она не реализуется. Голода. Если придет какая-то серьезная инфекция. Я не говорю сейчас про коронавирус. Какая-то серьезная инфекция придет. А что мы будем вообще делать? Что мы будем противопоставлять? Автомобилей. Учитывая то, что у нас дефицит даже касается автопокрышек. Как мы переживем эту зиму? Насколько участятся аварии? Насколько опаснее станет просто пешком передвигаться, переходить дороги? В любой момент автомобиль не сможет затормозить и собьет пешехода. Просто страшно себе подумать. Что думаете вы, друзья? Пишите в комментариях, ставьте лайки, делайте репосты. Вместе мы села. Вместе, засучив рукава, нам предстоит отстраивать великую, сильную, богатую, независимую Россию. Кроме нас, эта системка не в силах этим заниматься. Они просто не в состоянии. Спасибо, Валентина Ивановна, за честность. Теперь, я думаю, большему числу наших сторонников все станет ясно. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok